Всем привет! Я Рита Мурадова, и это мой канал на YouTube, и сегодня мы с вами будем обсуждать луки моих подписчиков в рубрике «Лук для Риты». Что это за рубрика? Это рубрика, в которой вы, мои подписчики и другие люди в том числе, могут выставлять свой образ в Инстаграме в полный рост, хорошим освещением, ставить хэштег «Лук для Риты», и среди этих образов я выбираю тот наряд, который буду комментировать. Я обычно выбираю несколько для видео, ставлю свою оценку, рассказываю, что бы я изменила в том или ином наряде, и потом у вас в том числе есть возможность прокомментировать и оценить тот или иной образ. Безусловно, мы все толерантны. Я обсуждаю исключительно те наряды, которые мне предоставляют. Если человек постит этот наряд, значит он готов к некой критике. Я критикую только одежду и не человека, и вас призываю делать точно то же. Первая девушка, которая у нас здесь в рубрике, будет эта девушка, у которой Ник Фэшн Эс Эйр. У нее образ состоит из юбки сатиновой. Дальше у нас есть футболка, которая завязана вот так вот прямо вот у основания юбки. У нас есть удлиненные джинсовка, кеды и сумка. Сумку плохо видно, но в целом образ остальной заметно. Что я должна сразу сказать? В движении, быть может, это симпатично смотрится, но обычно именно с такой длинной юбки, еще и при невысоком росте, я вижу, что девушка невысокого роста, если вы надеваете юбку миди, особенно вот такого формата, то желательно, конечно, надеть обувь на небольшом хотя бы каблуке или с удлиненным носком, потому что вы визуально очень обрезаете рост. Это первое. Второе. Желательно, опять же, надевать обувь, которая чуть больше самой ноги, основания ноги открывает. Удлиненная джинсовка с этим всем мне нравится. Футболка завязанная. Это такой элемент, с которым нужно быть осторожным, потому что именно в комбинации с такими вещами, достаточно утонченными, в том числе с юбкой, может играть немного в другую сторону, особенно в комбинации еще с джинсовкой. Мне кажется, много в целом спорта в образе получилось, еще и кеды достаточно спортивными выглядят. Поэтому в целом я бы сказала, что это такой незавершенный повседневный наряд. Я бы данную наряду в целом поставила где-то, ну вот, из 10-ти 6. Откровенно, откровенно. Я в целом считаю, что для такой рубрики, для рубрики Лук для Риты, можно постараться и поиграть как-то со своими нарядами, и создать чуть более собранный образ. Идем дальше. И следующая девушка, которую мы тут нашли, ее зовут... У нее ник Мэри Литл Бак Офишл. Как серьезно, я так люблю, когда все добавляют к своему нику Офишл. Значит, у нас тут образ, состоящий из платья Миди, достаточно свободно вот это вот платье, актуальное нынче платье пастушки, что ли такое. Дальше у нас есть удлиненный голубой кардиган, сумка, тоже такая вязаная крючком в тон, и аккуратные мюли. В целом, очень расслабленный, мягкий, нежный образ. Я бы выбрала все же, допустим, сумку немного другого формата, потому что очень мяч-мячий наряд получается, хочется чуть больше глубины наряду добавить. Я бы выбрала в целом, наверное, более чуть-чуть объемный кардиган. Вот ему не хватает, допустим, при этой крупной вязке не хватает объема в рукавах, хочется чего-то такого добавить, какой-то структурности наряду добавить, потому что все остальное достаточно расслабленное, платье достаточно расслабленное. Поэтому момент, который я бы исправила, это сумка, чтобы не слишком такой мяч-мячий лук был. И я бы увеличила объем рукавов кардигана, сделая его чуть более утрированно объемным. Но в целом, наряд мне нравится, очень расслабленный, легкий, можно с низким ходом его носить, с данными мюлями, аккуратно очень смотрится. Я ему поставлю 8 из 10. Идем дальше. Следующая девушка у нас, наряд, который мы будем обсуждать, у нее ник Соловейко Анна, я думаю, что это Анна Соловейко. У нее образ состоит из брюк, из жакета и обуви и топа. Значит, что я могу сказать сразу, к сожалению, это неудачный вариант, что жакета, что брюк. Это не костюм, достаточно тонкая, мягкая ткань, и жакет сразу видно не держит форму, он в целом выглядит, к сожалению, простите, но как тряпочка. Брюки очень обжимающие фигуру, особенно при таком формате paperback waist, когда мы затягиваем достаточно широким поясом брюки, им нужна свобода. И еще и девушка присела, они еще больше обтянули фигуру, это смотрится не очень аккуратно, структурность всего костюма исчезает. Плюс я бы не надевала под такой светлый костюм черный топ, еще и с вот этими вот декоративными деталями. В результате получается, что такой достаточно серьезный контраст вот этого темного низа и достаточно светлого приглушенного вверх, это раз. Декоративные детали на топе, такие вырезы не очень сочетаются с большей какой-то романтичностью самого костюма, очень серьезный контраст по цвету, темной обуви топа и цвета лилового такого приглушенного пепельного костюма. Мне очень нравится посадка данного изделия и данному наряду в целом я поставлю 5 из 10. Дальше у нас очень интересная героиня, на самом деле у нас попалась героиня по имени Гузей, ее зовут Яна Гузей, это моя хорошая знакомая, это девушка-стилист, которая проживает в России. Образ ее состоит из очень классных, актуальных сейчас джинс-морковок, очень объемных, достаточно с посадкой на высокой такой талии, объемной структурированной футболки телесного цвета, маленького клача на перекос и массивных сандалий. Мне очень нравится данный наряд, я в целом скажу, что очень все пропорционально, мне нравится объем джинсов, мне нравится, что футболка структурированная, объемная, но она не превалирует в наряде. Мне нравится, что как раз за счет того, что она телесного оттенка, она дает возможность брюкам играть первичную роль, и ты в первую очередь на них обращаешь внимание. Мне нравится, что в данном случае сумка и обувь одной тональности, это такой глубокий черный насыщенный такой оттенок, и при этом есть различные текстуры, потому что у нас в клаче присутствует переплетение, обувь достаточно гладкая, обувь массивная, и как раз за счет вот этой массивности, потому что если бы это был просто низкий ход, образ был бы слегка внизу грузным, за счет того, что есть небольшая платформа, которая вытягивает силуэт, все вместе смотрится очень гармонично, и на шее, как я вижу, еще и жемчужные украшения, которые не выглядят тумачь за счет того, что в образе более грубые какие-то элементы присутствуют, и нет вот этой вот, знаете, приторности в наряде. В целом, абсолютно искренне, и стараюсь, конечно, максимально объективно, я считаю, что это очень удачный образ, я ему ставлю, ну, понятно, 10 из 10. Следующая у нас участница, девушка с ником Ivy Sven, Ivy Sven, whatever, собственно, у нее образ состоит из велосипедок, топа облегающего, оверсайз жакета, дальше у нас есть каблуки, достаточно яркие, и сумка в легком таком винтажном стиле, похожий на мою 7-класс, и очки. Мне нравятся пропорции этого образа, мне нравится рисковость, такая какая-то дерзость, за счет того, что у нас здесь комбинация очень облегающих велосипедок и топа, и при этом объемный жакет. Мне нравится сумка винтажного формата. Обувь здесь, к сожалению, именно за счет того, что обувь видно, что она бархатная, она выглядит немного не к месту, как будто бы вот совсем из другой оперы, хотя, конечно же, каблук сюда может подходить, но лично я бы взяла все-таки обувь в более гладком финиш, либо гладкая кожа, либо какую-то более дерзкую, либо полупрозрачную, либо босоножки. Хочется, во-первых, открытых пальцев ног для начала, и, во-вторых, хочется менее формального типа обуви, хотя каблук здесь более чем может присутствовать. И очки здесь очень удачные, но вот эта обувь немного не вписывается в общий комплект, что-то здесь вот не вяжется. И в моем восприятии это конкретно обувь, потому что она слишком формальная для такого какого-то дерзкого, городского, такого на границе сексуальности комплекта. Я бы взяла какие-то босоножки с минималистичными перепонками, я бы взяла полупрозрачные какие-то, полупластиковые, я бы взяла даже классические лодочки, но не с бархатным финишем, я бы взяла просто кожа или даже лак, но что-то не столь формальное. Вот такой мой вывод. Я бы в целом этому образу поставила 8 из 10, минус 2 пункта, собственно, за конкретно обувь. Следующий наш наряд создан девушкой с ником Minimal in Life, кстати, вот отмечен он прямо в Киеве, наверное, в Киеве живет. Состоит он из таких очень классных летних брюк на поясе, базовой футболки, минималистичных, согласно названию девушки, аккаунта девушки, украшений, аккуратные сумки, кстати, я потом пролистываю и вижу, что там у нас сумка Celine Box, лоферы и ничего лишнего. Мне очень нравится этот образ, это то, как должен выглядеть минимализм в моем восприятии. Аккуратные брюки, такие, немного карет-лэк, немного бананки, аккуратный минималистичный пояс, ничего лишнего, комбинация вот этого черного, но правильное вкрапление, то есть все оттенки данного образа приглушены, и черный не настолько выделяется, он смотрится очень гармонично. Правильное количество украшений, правильное количество аксессуаров, мне очень нравятся оттенки данного образа, нравятся посадки, и в целом наряд замечательный. Этому образу я также ставлю 10 из 10. Друзья, на сегодня это все. Напишите, пожалуйста, какой из этих образов вам понравился больше всего, какой меньше всего, почему тот или иной образ понравился, давайте, как обычно, дискутировать. Быть может, вы не согласны с моей оценкой, поставили бы какую-то другую оценку на тому или иному образу. Ну, напоминаю, что у нас продолжается регистрация на курс «Персональный стилист», который стартует в сентябре, точно так же продолжается регистрация на курс «Стиль для себя». Это если хочется найти собственный стиль, отполировать его от начала и до конца, всегда находить собственное правильное сочетание, и если попасть в рубрику «Лук для риты», то всегда получать оценку 10 из 10. Обязательно кликайте по ссылке под этим видео, там будут все детали по курсам нашей школы «Стайлист», вся информация, план, так и тому подобное. На сегодня это все. Люблю, целую, ваша Рита.